Один знакомый священник, протерей Вадим, отец Вадим, мы с ним вместе учились, и он рассказывал про свою бабушку, которая во время Второй мировой войны, вот она осталась одна с двумя маленькими детьми. Дочке было 4 года, а сыну вообще всего лишь 6 месяцев, полгода. Ну и, как понимаете, время крайне трудное. Ей приходилось работать для того, чтобы не умереть с голода и детей своих прокормить. А потом она подвернула ногу, потеряла возможность работать, и закончилось у них все пропитание. Вот так несколько дней они проголодали, и, думая уже, что теперь они умрут, она вышла за город в поле и начала молиться Богу, вот уже ожидая, что она умрет. И она не хотела видеть смерти своих детей, голодной смерти. И тут вдруг к ней подходит какой-то старец и говорит, спрашивает, что она здесь делает. И она начинает вот жаловаться тоже на свою судьбу и говорит, что ведь я же старалась всегда жить честно, почему же Господь вот так вот такую несправедливость попускает. И ей старец на это отвечает, ты только старалась, а Господь вообще не грешил. Однако люди его распяли на кресте. Он смерть за нас претерпел. И запомни, ты не оставлена Богом. Возвращайся домой, тебя ждут, и Господь вам, несомненно, поможет. Ну и она действительно, в ней что-то вот такое внутри поменялось, и даже непонятно, что это было за старец. Вот она вернулась домой, и после этого неожиданно соседи и какие-то люди стали приносить им продукты, хотя даже вроде бы они не просили. То есть Господь своим промыслом устроил так, что сохранил им жизнь через других людей. И действительно, мы видим, что все в руках Божьих. И Господь, когда нужно, Он проявит о тебе заботу, поэтому не должны мы унывать, не должны мы опускать руки, ну что могло быть хуже, чем вот это военное время, когда у нее нет мужа совершенно, она теряет здоровье, не может двух детей своих содержать, и все равно Господь промыслом своим подает им пропитание.